Здравствуйте, ребята! Мы завершаем изучение раздела «Жизненные ценности». Тема сегодняшнего урока – счастье. Грамматическая тема не с именами прилагательными. Сегодня на уроке вы научитесь определять тему и основную мысль, будете формулировать вопросы, изучите тему правописания не с именами прилагательными. Ребята, составьте кластер «Что я ценю в жизни?». Ребята, давайте проверим, что же вы цените в жизни. Родина, любовь, семья, дружба. Я уверена, что еще есть ценности в вашей жизни. Прочитайте притчу. Три представления о счастье. Жили-были на белом свете три друга. Каждый мечтал о своем счастье. Но счастье представлялось им по-разному. Первый думал, что счастье – это богатство. Второму счастье казался талант. А третий считал, что счастье – семья. Долго ли, коротко ли, но все они достигли своего счастья. Однако у всего есть конец. Перед смертным часом собрались друзья, чтобы подвести итоги. Первый сказал, богатым я был, а счастье не испытал. Умираю с крягой и человека-ненавистником. Второй сказал, талантливым я был, а счастье не испытал. Ухожу из жизни, истерзанный одиночеством. Третий сказал, а я познал, что такое счастье. Ухожу, обласканный близкими, и оставляю земле самое ценное – новых людей. Ребята, выполните задание. Завершите вопрос, опираясь на текст. И постарайтесь ответить на эти вопросы. Проверим, что же у вас получилось. О чем вы сразу узнали из притчи? И вы узнали о трех друзьях, которые мечтали каждый о своем счастье. Как вы понимаете, выражение «оставляю земле самое ценное». Оставляю после себя молодое поколение. Почему первые два друга были несчастны? Да потому что они считали, что для счастья нужно только богатство и талант. Ребята, запишите основную мысль текста. Одним предложением. Оставляю земле самое ценное – новых людей. Ребята, прочитайте стихотворение Эдуарда Осадова «Что такое счастье». Одни говорят, что счастье – это большое участие, забота, тепло, внимание и общественность переживания. Еще есть такое мнение, что счастье – это горение, поиск, мечта, работа и дерзкие крылья взлета. А счастье, по-моему, просто бывает разного роста – от кочки и до козбека, в зависимости от человека. Ребята, определите тему текста и основную мысль. Тема текста – счастье. Основная мысль – каждый человек счастлив по-своему. Следующее задание – вам нужно закончить предложение. Проверьте себя. Я счастлив, потому что живу в Казахстане. Я счастлив, потому что у меня есть хорошая семья. Я счастлив, потому что я не одинок. У меня есть друзья. Я счастлив, потому что я творю добро. Я счастлив, потому что отдаю свою доброту людям. Ребята, перейдём к грамматической теме. Посмотрите, пожалуйста, на таблицу. И давайте выясним, когда, в каких случаях не пишется с прилагательными слитно, а когда – раздельно. Несуществительными и прилагательными пишется слитно, если слово без «не» не употребляется. Ненастый, неряшливый, небрежный. «Не» с именами прилагательными так же, как и несуществительными пишется слитно, если можно слово заменить синонимом без «не». Несложная задача, лёгкая. Ребята, давайте теперь выясним, когда же «не» с прилагательными пишется раздельно. «Не» с именами прилагательными так же, как и несуществительными пишется раздельно, если есть противопоставление с союзами «а», «но». Квартира небольшая, а маленькая. При употреблении прилагательного с «не» с отрицательными частицами или местоимениями ничем, нисколько, никому, никак, ни в чём, не, вовсе не пишется тоже раздельно. «Ничем не известный художник», «Вовсе не интересная встреча». Ребята, выполним задание по закреплению данной темы. Спешите, вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки. Ребята, давайте проверим, что у нас получилось. К недоброму человеку и голубь не летит. К слову «недоброму» мы подобрали синоним без «не» – злому человеку. Поэтому частица с прилагательным «не» мы написали слитно. Неверный друг опаснее врага. К слову «неверный» мы подобрали синоним «ложный». Поэтому частица «не» с данным словом тоже пишется слитно. Сытый волк смирнее ненасытного человека. К слову «ненасытного» мы подобрали синоним «голодного». Поэтому частица «не» с прилагательным мы написали слитно. Несчастному не позавидуешь. К слову «несчастному» мы подобрали слово «жалкому». «Не» с данным словом пишется слитно. Признавая достоинство друга, не закрывая глаза на его недостатки. К слову «недостатки» мы подобрали синоним «изъян». Поэтому данное слово с частицей «не» мы написали слитно. «Пищу утоляет голод, знания исцеляют невежество». «Невежество» мы написали слитно, так как слово без «не» не употребляется. Ребята, продолжите предложение. Проверьте себя. «Солнце над депоторием не тусклое, а яркое». «Люди в нашем городе не мрачные, а приветливые». «Наше Каспийское море нисколько не холодное». Молодцы, ребята. Хорошая работа. Ребята, в этом задании вам нужно записать словосочетание в две колонки. В первую колонку вы запишите слова, которые пишутся слитно с прилагателями. Во второй колонке вы напишите нераздельным написанием. Ребята, давайте проверим, что у нас получилось. В первую колонку вы записали слова, которые с частицей «не» пишутся слитно. В небольшой портфель подобрали синоним «маленький». Слово «нелепый вид» мы написали слитно, так как слово без ней не употребляется. «Неровная дорога» – синоним «кривая». «Недобрый человек» – синоним к слову «недобрый» – «злой». «Негромкое чтение» – синоним «тихая». Ребята, во второй колонке вы записали слова, которые с частицей «не» пишутся раздельно. В первом и в последних примерах прилагательные «сне» пишутся раздельно, так как есть усилительные частицы, вовсе не далеко не. В остальных примерах есть противопоставления с союзами «а», «но». Поэтому также пишутся раздельно. Ребята, подведём итог. Сегодня вы на уроке научились определять тему и основную мысль, формулировали вопросы, изучили тему «правописание не» с именами прилагательными. Ребята, урок окончен. До свидания. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова